АПЛОДИСМЕНТЫ Участник Алексей Голобородько и добился такого успеха на проекте, а его близкие и родные в нем никогда не сомневались. Удивительный ребенок, потому что он буквально ловит все на риту. Целеустремленный, очень сознательный, несмотря на юный возраст. То, что он делает, это феноменально. Я боюсь, что Татьяна Никитична скажет нет почему-то. Мне это очень нравится, поэтому я в любом случае говорю да. Спасибо. Одобрение жюри заставило поверить в Алексея даже скептически настроенных знакомых. Я смотрел все минуты славы, но и он мне больше всех нравится. Все дети ходят и прям за спиной говорят, смотри, это он был на минуте славы, он из нашей школы. После эфира в минуты славы Алексей точно знает, что туляки отзывчивый народ. Его почтовый ящик буквально переполнен письмами от горожан, которые во всех исключительно случаях очень сильно его поддерживают. И даже в одном присме Алексею пришел амулет, который он с удовольствием сегодня взял с собой. Алексей Голобородько, город Тула. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одно удивительное выступление в исполнении Алексея Голобородько. Мы сейчас с вами наблюдаем, как и в прошлый раз это выступление находится на грани возможного. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Естественно, вам обещанная игрушка от «Минуты славы», ну, чтобы вы в школе похвастались и так далее под этим тигренком. А это кому? Билеты в цирк от братьев Запашных? Билеты в цирк от братьев Запашных для Алексея Голобородьского. Но это не сам билет, это сертификат. Я так думаю, что спасибо вам. Братья Запашные, видимо, хотят с вами очень познакомиться после того, что мы видели. И посетите, пожалуйста, их цирк. Вот это вот вообще. Этого не может сделать никто. Сегодня жюри, видимо, придется очень сложно. Как я уже сказал, сегодня лучший из лучших. И один из них Алексей Голобородько из города Тула. Это финал «Минуты славы». Я напоминаю, что сегодня члены жюри не будут говорить ни да, ни нет до конца финальной программы. И просто выслушаем их мнение насчет вот этого чудесного номера. Александр Васильевич, если можно, начнем с вас. Пожалуйста. Я с громадным удовольствием посмотрел еще раз его выступление. И с громадным удовольствием должен констатировать, что чрезвычайно, вот судя по первым номерам, чрезвычайно высок уровень финалистов в этом сезоне. Это здорово. Алексею персонально спасибо еще раз. Спасибо вам, Алексею. Спасибо. Сейчас мы выслушаем мнение человека, который может точно так же, как и вы. Александр Цикало. Очень сложный номер. И просто безупречно все выполнено. Я думаю, я, как и все, затаив дыхание, смотрел за этими фигурами. Такой серьезный, взрослый такой номер. И просто прекрасный. Это очень профессиональная работа, Алексею. Молодец. Спасибо. И, наконец, мнение Татьяны Никитичны Толстой. Вы знаете, вот техническая сторона, которая к Алексею, конечно, не имеет отношения, а просто вот это напускание дыма, да, для красоты номера. Это производило совершенно сюрное впечатление, потому что вдруг он скрывался, потом оттуда выползал в таком заверченном, как улитка, виде. Это все мне очень понравилось, и я считаю, что это совсем высший класс. И нам, жюри, с каждым новым участником становится все труднее и труднее выбирать. Мы сейчас находимся действительно в очень сложном положении. Все прекрасные, и Алексей из самых прекрасных. Интрига, интрига, Алексей, интрига. Ну что ж, сейчас мы посмотрим, как Алексея поддерживают его родные и близкие за сценой. Смотрим. Почему вы плачете? Наверное, от радости. Скажите, откуда такие способности у вашего сына? Это врожденный или приобретенный талант? Конечно, приобретенный. Кого вы считаете конкурентом, Алексей? Жонглер с шариками. Шариками Дима из Прибалтики. Я считаю, что жюри должно быть справедливым. И я надеюсь на это.